Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 37 главы этой книги. В этой главе мы имеем 24 стиха. Христианские экзегеты так описывают содержание этой главы. В данной главе Ильиуй продолжает превозносить чудесную силу Бога, проявленную в явлениях природы и изменениях погоды. И если при их смене мы подчиняемся воле Бога и воспринимаем погоду такой, как она есть, то почему не поступаем так же при смене других условий нашей жизни. То есть как перемена в погоде к чему-то побуждает нас, так и изменения в наших жизненных циклах с нравственной и моральной точки зрения должны нас подвигать на что-то новое. Итак, Ильиуй обращает внимание на руку Бога в громе и молнии. Об этом с 1 по 5 стих. «В морозе и снеге, дожде и ветре». Об этом с 6 по 13 стих. Он обращается к Иову и призывает его объяснить этот феномен явлений природы, дабы, исповедав свое невежество в этих вопросах, он признал себя некомпетентным судьею в действиях божественного проведения. Об этом с 14 по 22 стих. То есть здесь говорится о том, что если мы не можем исследовать происхождение дождя, грома, молнии, то тем более мы не можем совершать суды над самими собой. И Ильиуй заканчивает свое обращение, выдвигая как бы на передний план такой принцип. «Господь велик, да благоговеют перед Ним люди». Об этом с 23 по 24 стих. «Благоговеют» означает, что люди должны проявлять богобоязненность. «Ибо страх Господен – начало премудрости», как сказано в Библии. Итак, Ильиуй обращает внимание на руку Бога в громе и молнии. С 1 по 5 стих. «И от всего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голоса его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, то есть глазом величества своего. Когда голос его услышан, дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». То есть Бог проявляет свое величие в громе и молнии. Я помню, когда я был ребенком, если начиналась гроза, то бабушка всегда начинала молиться пророку Божию Илье. И я опускался рядом с ней на коленке, тоже молился, чтобы пророк Божий Илья не бросил бы молнию в наш дом, деревянный дом, который стоял в городе Орехово-Зуево на берегу реки Клязьма. И вот в этом детском и старческом мироощущении, конечно, больше теологической правды, чем в озаселенных представлениях сторонников библейского критицизма. И то, что мы рассматривали проявление Бога в явлениях природы, так и апостол Павел писал, что мы познаем невидимого через рассматривание творений видимых. Это первая глава послания к римлянам. Святитель Григорий Двоеслов пишет, «Дивно гремит Бог глазом своим, ибо Он проникает в наши сердца непонятно для нас, тайно своим могуществом. Ибо хотя тайными внутренними изменениями это и пугает нас и формирует в любви, это происходит как-то тихо, и мы понимаем, как горячо должны следовать за Ним. Но этот импульс возникает внутри и не звучит в голосе, но это звучит тем громче в нас, чем полнее притупляется слух нашего сердца, и каждому внешнему звуку закрывается проявление в нашей жизни». То есть катаклизмы в мире природы, они могут разбудить в нашем сердце богобоязненность. И гром, и молния – это предлог для проявления богобоязненности. Бог проявляет свое величие в морозе и снеге, «Дожде и ветре», об этом 6 по 13 стих, «Ибо снегу он говорит, будь на земле, равна мелкий дождь и большой дождь в его власти». Ну, некоторые ошибочные считают, что на святой земле никогда не бывает снега, но это не так. Действительно, там иногда выпадает снег, он, конечно, долго не держится, но такое происходит. «Ибо снегу, он говорит, будь на земле, равна мелкий дождь и большой дождь в его власти». Вот это словосочетание равна мелкий дождь и большой дождь в его власти. Мелкий дождь. Дождь вообще – это эфемизм божественного откровения. И мелкий дождь мы можем представить как некое частное откровение, а большой дождь – то, что тоже в его власти, это как бы каскад откровений. «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». Сейчас люди больше рассуждают о печати Антихриста, но здесь говорится о печати Божией. «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». Печать на руку каждого человека – это когда наши действия ограничиваются заповедями Бога. В этом случае его печать на наших руках, то есть на наших действиях. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах, то есть зверь прячется. Зверь – это может быть и эфемизм человека недуховного. Ведь в понимании отцов церкви человек – это среднее существо между ангелом и зверем. И в зависимости от того, что он начинает доминировать в нашей жизни, мы приближаемся к ангельскому состоянию или к звериному. Зверь, который уходит в убежище и остается в своих логовищах, это бездуховные люди, которые замыкаются в своем мире, ограниченном мире, логовище, убежище. Там не видно неба, там не видно природы, все сжато. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, лед, как и снег, тоже явление, которое можно наблюдать в Эрц-Исраэль, в Святой Земле, Израиля. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается, я бы, конечно, перевел сгущается, когда очень холодно, вода еще как бы не замерзла, вот есть ощущение, что она как бы сгущается, а сверху лед. Так же влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. То есть Господь использует тучи, как некие огромные небесные лейки, с помощью этих лейк он поливает нас, нашу землю. И здесь мы видим, что тучи, облака, влага и свет, который тоже сыплется с неба, это описание природы, когда действительно местами небо закрыто тучи, и может сыпаться снег и дождь, и свет струится сквозь эти тучи, это такое особое красивое явление, которое можно наблюдать. И они направляются по намерениям его, то есть у Бога есть намерение относительно дождя, относительно света, относительно тучи, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Вот некоторые люди, они как бы не допускают мысли, что создав мир, Бог устранился от управления мира, но частично они допускают эту мысль, когда говорят, что Бог не вмешивается в законы природы, они как бы сами по себе. Без воли Бога ничего не происходит, в этом мире. Действия в мире природы – это то, что может встрепенуть душу человека, вызвать определенные ассоциации, ряд ассоциаций. Он повелевает им идти и для наказания, или благоговения, или для помилования. В каком случае это может быть для помилования, если земля иссохла? Это тоже форма божественного наказания, и вдруг Господь дождит с небес. Культурно-исторический комментарий сообщает нам. Дождь – как суд Божий. Дожди использовались Богом и для благословения, и для суда, в зависимости от обстоятельств. Они орошали землю, питая посевы, но бывали разрушительными. В древнем мире люди верили, что погода находится под контролем богов и служит им для награды или наказания. Они не считали, что мир управляется законами природы. И хотя кто-то может как бы с иронией отнестись к таким верованиям древних, но на самом деле мы должны оценить такое их верование. То есть все, что происходило и дома, и на улице, сообщало им некоторые божественные наставления. Бог говорит с нами, используя наш понятийный аппарат. Если люди так понимали, почему Бог не может зафиксировать это понимание и не отразить его в своем слове? А в слове его именно так все отражается. Далее. Иллиуй обращает внимание к Иову, говорит ему, призывает его объяснить этот феномен явлений природы, дабы, исповедав свое невежество в этих вопросах, он признал себя некомпетентным судьею в действиях божественного проведения. Мы читаем с 14 по 22 стих. «Внимайся ему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божьи. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего» то есть оказывается и облако – это собственность Бога, и аппарат вразумления, и лучи света, которые пробиваются через него. «Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании» то есть мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. Немецкий философ Кант говорил, «Больше всего меня заставляют верить в Бога две вещи – это звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Я думаю, что небо может чему-то научить нас не только ночью, когда мы смотрим на звезды, но и днем, когда мы созерцаем движение облаков. «Как нагревается твоя одежда, когда Он, то есть Бог, успокаивает землю от юга? Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?» Вот здесь Библия отражает небесную реальность, хотя небесный свод просматривается как нечто воздушное. На самом деле это литое зеркало. Зеркала тогда отлетали, отливали из металла и шлифовали металл, и это было очень твердое что-то. Так вот, атмосфера, она отнюдь нерыхлая, даже если какие-то там кометы падают на землю, они сгорают в этой толще, возникает трение и долетают незначительные какие-то кусочки. «Ты ли с ним распростер небеса твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему?» Мы в этой тьме ничего не можем сообразить, то есть, если Бог бесконечно превознесен и выше всего, что мы разумеем о себе, то по отношению к Божественному Свету даже наш земной свет – это тьма. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их светлая погода приходит от севера и окрест Бога страшное великолепие. Вот здесь святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, обращает внимание вот на эти слова, что светлая погода приходит от севера, но латинский перевод был другой «золото придет с севера». Золото придет с севера. Я не знаю, насколько это созвучно одно другому, но светлая погода – это нечто положительное. Приходит с севера, а золото – это богатство. Причем это Библия – это эфемизм царственного достоинства. Приходит с севера. Смотрите, как интересно святитель Григорий все это объясняет. Что обозначено севером, если не языческий мир, связанный в холоде греха? Действительно, по отношению к святой земле и Италия – это север, и Греция – это север, и Вавилон – это север, и скифия – это север, и так до Ледовитого океана. Что обозначено севером, если не языческий мир, связанный в холоде греха, который он держит под гнетом своей тирании, то есть север как бы удерживает холод, тот, кто с гордостью сказал, я буду сидеть на горе Завета в северной стороне, взойду на высоты, облачной, буду подобен Всевышнему, языческий мир – это мир, который бросает вызов Богу. А что обозначается золотом, в нашем случае светлой погодой? Если не верные души, то есть под золотом и под чем-то светлым, что с севера, надо понимать души верующих. О них сказано Иеремии, как золото становится тусклым, лучший цвет блекнет. Он посетовал, что золото блекнет, потому что он увидел, как у некоторых людей, яркость невинности превращается в черноту греха. Сказано, что золото придет с севера, потому что благодаря благодати Спасителя Христа количество верующих, что есть драгоценность перед Богом, увеличивается в Святой Церкви от языческого северного мира, который раньше был заморожен в оцепенении неверия, ибо золото приходит с севера, когда истинная вера в Бога сияет от самих поклонников идолам. То есть, когда язычники обращаются к Богу, север, а север по отношению к Святой Земле это и Украина, и Россия в том числе. И действительно много людей именно севера приняли Единобожие через распространение евангельской проповеди святыми апостолами. А по преданию апостол Андрей первозванный взошел на холмы, где потом возникнет город Киев, и он предсказал, что на этих горах высияет великая благодать Божия и Господь созидит множество церквей. Далее заканчивается обращение, когда выдвигается такой принцип «Господь велик, да, благоговеют перед Ним люди». Это 23 по 24 стих. Вседержитель мы не постигаем его, то есть до конца мы не можем постичь его, Бог открывается нам только в той мере, в какой мы можем вместить. Он велик силою, судом и полнотою правосудия, то есть Бог не просто правосудный, Он и есть полнота правосудия, Он никого не угнетает. Очень интересные, красивые слова. Бог никого не угнетает. Бог любит все свое творение. И когда мы делим Божье творение на своих и чужих для того, чтобы раздувать и поддерживать конфликты, мы уподобляемся дьяволу, а когда уподобляясь Богу, мы воспитываем в себе чувства одинаково хорошего отношения ко всем, мы поступаем как Он, Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед Ним люди и да трепещут перед Ним все мудрые сердца. И толковая православная Библия объясняет, хотя определения Господа непостижимы, но они безусловно справедливы. Так вынуждается Иов вручить свою судьбу Богу смиренно подчиниться его воле. Итак, сегодня мы сделали обзор 37-й главы книги Иова и давайте молиться о том, что в ближайшее время мы окончили изучение этой удивительной книги и чтобы все эти беседы были доступны для желающих повторять эти уроки. Пусть Господь поможет нам умудрить нас. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. Молитесь за то служение, которое мы здесь совершаем на библейском портале и берегите себя в это сложное и тяжелое время. Продолжение следует...